Как прошить BIOS Packard Bell EasyNote TS13HR? Приветствую, дорогой зритель! Сегодня с вами ESET Smart, и в этом видео мы рассмотрим, как прошить BIOS ноутбука Packard Bell EasyNote TS13HR. Мы будем обновлять BIOS этого ноутбука до последней версии. У меня версия 1.20, и я буду обновлять его до 1.21. Так что, друг, не очкуй ты и повторяй за мной. Возможно, если ты будешь повторять за мной, у тебя твой ноутбук не превратится в кусок пластика Packard Bell. Открываем первую ссылку PackardBell.com. Это ведет нас на официальный сайт этого ноутбука. Поддержка. Центр загрузки. Ноутбук. EasyNote. Ищем наш ноутбук. TS нам нужен. EN это EasyNote, так что EN не смотрим. И вот у нас TS13HR. Это наш ноутбук. И выбираем его, и снизу у нас появился наш ноутбук. По картинке это наш ноутбук. Здесь первая вкладка это драйвера. Документация. Следующий у нас BIOS Firmware. Именно BIOS Firmware нам нужно. Ведь мы будем обновлять прошивку нашего BIOS. Здесь у нас есть версия 1.17 и версия 1.21. Предпоследняя именно версия 1.17. Здесь нету, как у меня, версии 1.20. Ведь с завода у меня было прошито BIOS версия 1.20. Но какие исправления здесь есть? Какое-то обновление, которое исправляет с вашим Wi-Fi адаптером. Но это не важно, друзья. Ведь мы будем скачивать именно последнюю. Где у нас есть предыдущие обновления. Поэтому будем качать именно самую последнюю. И она у нас 2012 года, 11 месяца, 13 числа. Здесь не написано какое исправление, просто написано BIOS. Возможно это самая последняя версия прошивки, которая больше уже не будет выходить. Загрузите. И у нас происходит скачивание нашего BIOS файла. Распаковываем нашу прошивку. Есть прошивка как из-под Windows, так и из-под DOS системы. Из-под DOS системы, если вы откроете, то у вас расширение BAT. BIOS BAT. Вы прошиваете из-под DOS загрузочной флешки. Вам нужно создавать загрузочную флешку DOS. И это намного безопаснее, чем прошивать из-под Windows. Ведь из-под Windows возможно вылетит какая-то критическая ошибка. Вам придется его унести в сервисный центр, где его вам починят за деньги. Поэтому в DOS желательно прошивать. Если мы откроем BIOS BAT, то здесь есть команды, с помощью которых вы из-под DOS системы просто указываете BIOS.BAT. И у вас происходит прошивка. Вот с помощью этих команд. Flash IT. И также наша прошивка. README. Вы можете открыть README и прочитать, что можно прошить из-под Windows, просто кликнув по этой прошивке. Это из-под Windows. Вы просто его запускаете. Он в 7.7-ZIP архиве. И у вас происходит прошивка ваша. Так что я буду прошивать из-под Windows. Ведь я рисковый человек. А вы, друзья, не рискуйте, как я. Заходим в BIOS клавиши F2. Мы попали в наш BIOS. И здесь у нас версия 1.20. Мы будем прошивать BIOS до последней версии. Версия 1.21. Которая здесь ничего не решает. Никаких исправлений здесь нет. А у меня стоит предыдущая версия 1.20. Мы будем обновлять. Версию BIOS мы знаем. Теперь мы выходим. И сохраняем. И выходим. Мы знаем версию нашего BIOSа. Мы будем обновлять наш Паккарт Белл. Кристиан Белл. Джессика Билл. Паккарт, Паккарт Белл. Паккарт Белл. Этот ноутбук довольно интересный. У нас здесь красный цвет. Довольно отлично он у нас смотрится. И этот ноутбук женский. Мне его надо завтра отдать. Посмотрим. Не превратим ли мы в кирпич? Наш ноутбук. Наш ноутбук включился. Загрузился. Здесь стоит операционная система Windows 7. Лицензионная. Вот наш BIOS. Мы его выбираем. Наш BIOS. Он у нас в архиве. Открываем наш BIOS. Здесь есть версия из под DOS. И из под Windows. Какой из них выбрать? Для начала вы должны включить его к зарядке. У меня зарядки не подключено. И подключаем его к зарядному устройству. Чтобы в случае чего наш ноутбук не выключился. Или в случае чего защита стоит. Чтобы прошивка просто не пойдет дальше, если мы не включим зарядку. Но я, друзья, очкую. Сумеем ли прошить? Не превратим ли мы его в кирпич? Итак, начинаем. Извлечу все. Запуск просто выбираем. Нам извлекать ничего не надо. Он сам все извлечет. Теперь нажимаем. Соглашаемся. Блин, мне надо было все-таки антивирус. Защиту приостановить. Ведь антивирус может быть повлиять. Выключить автоматическую защиту на 15 минут. Чтобы ничего не случилось. При обновлении. Запуск повторный. Да. Нажимаем да. И у нас прошел процесс. Ох, блин, страшно у меня, друзья. Inside Flash. Что у нас? Warning. Update Steam BIOS. Здесь какую-то клавишу нажимать. Гибернацию не отключить. Ну ладно, мы нажмем ок. И у нас пошел процесс обновления. Версия 1.20 на версию 1.21. Как же мне страшно. Это женский ноутбук. Он сломается. Завтра. Как я его отнесу. Я же не смогу его перепрошить программатором, друзья. Мне страшно. Идет обновление. Ох, как страшно, друзья. Версию 1.2. Наш ноутбук шумит. Как же он шумит? Не выключится ли он у нас? Ох, как страшно. Какое у нас обновление? Вот у нас P5 VEO. Там Neo BIOS тоже P5 VEO. Версия 1.20 и версия 1.21. Хотя у меня предыдущая версия стояла, не самая последняя. И мы с помощью Inside Flash версии 4.01 обновляемся. Не выключаем наш ноутбук. Ничего не трогаем. И затаив дыхание, друзья, слушаем, как шумит наш ноутбук. И сейчас он обновляется. Он должен быстро уже обновиться. Все. У нас сейчас должна перезагрузка пройти. Что у нас дальше? Что, 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 что? Ну, покажи. Только бы не выключить. Перезагрузка. И после перезагрузки мы узнаем, какая у нас версия BIOS. Не выключится ли наш ноутбук и не превратится в кирпич. И будет циклическая перезагрузка. А, давай. Ох, ох, давай. А, включайся экран. Изображение давай. Изображение. И у нас что? Ноутбук. Ожил ноутбук. Ожил, друзья. Я так боялся. Это женский ноутбук. Она же попросила мне Windows поставить. И все. А я ей перепрошил BIOS. Мы обновили наш BIOS. И наш ноутбук включается. И никаких критических ошибок, я думаю, не будет. И у нас будет все отлично. А это чекинг файл систем он с. Ну, ладно. Мы ведь загрузились. И установили самую последнюю прошивку. До прошивки биуса ноутбука После прошивки биуса ноутбука Подпишись, подпишись Мой друг на мой канал, ты подпишись И поставь ты мне лайк Если видео тебе понравилось